Здравствуйте! На информационном канале Севастополя новости в студии Наталья Двойцина. Смотрите выпуски. Третий день рабочего визита. Владимир Путин посетил мемориальный комплекс Малахов-Курган и президентское кадетское училище. Получение паспорта и жилищно-коммунальные вопросы в приемной президента в Севастополе решали проблемы горожан. Праздник театра «Психодель-Арт» отметил 24-й день рождения. Вчера, в третий день рабочего визита в Крым, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мемориальный комплекс Малахов-Курган. Вместе с главой государства «Цветы к вечному огню» возложили премьер-министр страны Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и губернатор Севастополя Сергей Минела. Затем для почетных гостей провели экскурсию по оборонительной башне Малахова-Кургана. Напомним, эта тактическая высота прославилась в годы Крымской войны и Великой Отечественной. В период первой обороны здесь находился один из севастопольских бастионов, принимавших удары противника. А Великую Отечественную на вершине Малахова-Кургана размещалась батарея номер 111. Об этом почетным гостям рассказала экскурсовод. Также она провела их по территории мемориального комплекса к памятнику герою Крымской войны Владимиру Корнилову. В этот же день глава государства посетил Севастопольское президентское кадетское училище. Для Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, полномочного представителя президента в Крымском федеральном округе Олега Беловинцева и губернатора Севастополя Сергея Миняйла также провели экскурсии по учебному заведению. По итогам осмотра президент России оставил запись в книге почетных гостей, пожелав кадетам и их воспитателям удачи. Напомним, строительство президентского кадетского училища в Севастополе началось в апреле 2014 года и уже к прошлому сентябрю учебное заведение принимало первых курсантов. Планируется, что кадетка станет настоящей кузницей кадров для военно-морского флота. Здание доп. образования, столовая на 900 мест, первый и второй этаж, бассейн, ледовый дворец, 7 жилых корпусов, шлюпочная станция, здесь плавпирс у нас, фонтан и ротонда, пляжная зона. Наш стадион, который уже есть, осталось ее буквально оборудовать совсем немножко. В приемной президента России в Севастополе разбирались с проблемами горожан. В этот раз в центре внимания оказались два вопроса по линии ФМС и несколько проблемных историй, связанных с условиями проживания обратившихся. В ответчиках, соответственно, Федеральная миграционная служба и два департамента правительства города. На какие вопросы были даны ответы, знают наши корреспонденты. Сейчас мы разберемся, почему ваш вопрос не реализовался до сих пор. И установим срок его реализации для уполномоченного органа. В приемную президента к сотрудникам аппарата полномоченного представителя главы государства Севастополя обращаются те, для кого этот шаг – последняя надежда на разрешение проблем. Главная особенность такого общения – ответы на вопросы люди получают непосредственно от специалистов, которым, возможно, не могли попасть на прием неделями, а то и месяцами. У нас достаточно большой поток обращений. Это практически в день приема у нас проходит 35-40 человек. Соответственно, идет обработка этих данных обращений, и они направляются для разрешения по принадлежности либо органы исполнительной власти, либо федеральные органы исполнительной власти. То есть в зависимости от жалобы человека. Каждая жалоба подкреплена внушительной стопкой документов, свидетельством долгого, но безрезультатного хождения по инстанциям. Я очень долго обращалась в ФМС города Севастополя. По решению суда, по решению апелляционного суда я не могу получить гражданство. С чем это связано? Вот так вот тянут время, я так думаю. У меня ребенок, который родился в Севастополе, и которому идти в первый класс. И у нас очень большая проблема с оформлением в школу, с оформлением меня на работу и со всем остальным. То есть проживший 8 лет, я столкнулась вот с такой проблемой. Коллега Ирины по сложным отношениям с ФМС Александр Воинов. Так же, как и Долгова, он год добивается гражданства для себя и престарелой матери. Обращение в приемную президента поставит финальную точку в разрешении этих двух ситуаций. Поручения даны и главное, определены граничные сроки, в которые должна сработать ФМС в течение месяца. Единственное, попрошу вас, когда вы получите документы, вы обратную связь мне в приемную, поразвоните, пожалуйста. Что все, задача выполнена, потому что мы этот вопрос будем контролировать. На этом приеме в ответчиках оказались и два департамента правительства Севастополя, городского хозяйства, а также архитектуры и градостроительства. И во всех этих случаях у каждой жалобы свой долгий путь на столы к ответственным должностным лицам. Я хотела к губернатору, а у меня записали, у меня где-то это самое, еще в мае, ну продлилась, вот кто это, кому. Ну, ко мне записали. Это к вам? Да. Вот видите, Едина записывается уже здесь и под нашим контролем, поэтому не переживайте. Нина Сдобникова живет в коммунальной квартире. Пенсионерка получила жилье. Комнату в цокольном этаже 38 лет назад от военного хлебозавода. Говорит, сегодня в помещении находиться практически невозможно. Дом 51-го года постройки, и он так это самое сделано, что у меня стена в землю уходит. И сырость, вот это вот, задыхаюсь. Со стороны правительства будет приниматься решение о ремонте данного помещения, способствует улучшению жилищных условий, соответственно, ремонт самого помещения, потом замена окон, так как она уже утверждает, что данные окна у нее сгнили. Вот, соответственно, улучшение жилищных условий в части предоставления инженерных сетей. Это вода, соответственно, тепло, плюс газ, плюс освещение. Вот, данный ремонт помещения мы и пути решения, я думаю, найдем до конца этого месяца. Дом Зинаиды Деревцовой также из категории «жить опасно». Ему уже почти 40 лет. За это время кровля ни разу не ремонтировалась. Здание в аварийном состоянии. Когда проходили дожди, ливни, протечки уже до третьего этажа, старые трещины, видимо, протечки уже были такие, очень, как сказать, заметные. Где обои подставали у кого, потолки, там плитка потолочная подставала со стены, как сказать, видимо, с которой дожди били, вот, затечки пошли. И, видимо, еще в плиты пошли сверху. Вот. Ну, на четвертом мы живем. А пятый у нас вообще провалился. Там провал на пятом этаже. Семья многодетная и провалилась крыша у них. Фонд содействия капитальному ремонту Российской Федерации выделил на город Севастополь 850 миллионов рублей. Дом по адресу Горпищенко, значит, номер 64, да, он попал в этот план капитального ремонта. Значит, соответственно, так как деньги пришли практически на прошлой неделе в городе Севастополь, сейчас мы проводим определенные процедуры, делаем конкурс, выбираем подрядчика, подрядчик заходит на ремонт этих кровель. Взята под контроль аппаратом администрации президента и проблема многодетной семьи Виктории Павловской. У нас ведомственное жилье предоставлено российской частью Черноморского флота. Ну, маленькое, две комнатки. Там кухни вообще нет ни общей, ни у нас нет, потому что площадь маленькая. Готовим на балконе. Имерим ребенка-инвалида. Сейчас вот у нас шестой ребенок появится, это еще минус несколько метров. Надо же, нет свободной площади, чтобы кроватку поставить. Достаточно большая жилая площадь полагается им по норме. Конечно, не та, в которой они сейчас содержатся, в которой они проживают. Здесь главное сейчас понять, как решить эту проблему. Почему? Потому что постановка в очередь – это не решение проблемы. Безусловно, государство должно помогать таким семьям и в воспитании детей, и в обеспечении их условий проживания. Нерешаемых проблем, говорят в аппарате полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе, нет. Просто подходить к ним нужно ответственно и профессионально. Самое важное – хотеть помочь человеку. Должностные лица ведомств проводят приемы граждан регулярно. График размещен на официальном сайте правительства Севастополя. Наталья Двуцина, Елена Волкова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. К другим темам. 19 августа театр «Психодель-арт» отметил 24-й день рождения. В свой праздник актеры презентовали горожанам обновленную версию спектакля «Миссалина, жена Цезаря вне подозрений». Премьера прошла на малой сцене Русского академического драматического театра имени Луначарского. В постановке задействовано шесть актеров. Участвует и шестилетняя Ева Душкевич, исполнительница роли Октавии, дочери главной героини. В античной трагикомедии есть все. Любовь и верность, предательство и разочарование. Как отметил режиссер Андрей Маслов, любовь – очень сложная субстанция. Это и хотелось донести до зрителя. Над постановкой работали около двух месяцев. Вживались в роли, шили костюмы и мастерили декорации. Сегодня вроде праздничный день. Вроде 24 года психоделиарту. И мы показываем комедию. Думали, что комедия. Но, как всегда, когда начинаешь рассказывать историю мужчины и женщины, то начинаешь с комедии, потом срываешься на крик, и все переходит в трагедию. Но это в любых отношениях. Нет, хотели показать историю взаимоотношений молодой женщины, немолодого мужчины. Там и политика, там и деньги, там и власть. Но, в общем, все то, что портит любовь. Вот мы хотели показать о хищных вещах, которые могут нарушить равновесие между мужчиной и женщиной. Деятели искусств работают уже над новыми спектаклями. В сентябре планируется выход в свет двух постановок – «Анатомия Альдютера» и «Дневник ее мужа». На этом у меня пока все. Оставайтесь на информационном канале Севастополя и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok